Лермонтовский текст О понятиях того, что такое сюжет и фабула, идут достаточно серьёзные споры, пока без оружия, но я думаю, что всё к этому идёт. Дело в том, что в литературоведении у нас есть целых три школы, которые по-разному трактуют, точнее, есть две школы и один учёный, я так и скажу, и все эти две школы и один учёный трактуют сюжет и фабулу по-разному. Нам предстоит ещё об этом поговорить, как конкретно, к какой школе примкнуть нам. Привет-привет, кто со мной здоровается, всем привет. Но это дело не пяти минут, поэтому не буду сейчас скомканно объяснять, выделим для этого отдельные даже слайды. Вот. Ну что, давайте начнём с вами путешествие в мир Михаила Юрьевича Лермонтова и его замечательного романа «Героя нашего времени». Вот. Что я хотела бы сказать в предуведомлении. Перед нами произведение очень необычное, однако не своё... точнее, своеобразное, но не необычное, лучше так сказать. Почему? Дело в том, что мы вроде бы с вами уже видели героя, который чужд обществу, которого можно отнести к разряду лишних людей, кто это. Вот Печорин прям меня с полуслова понял, я сейчас задать вопрос не успела, он уже отвечает Онегин. Верно. И я даже вас удивлю, но сегодня у нас будет разговор по поводу того, как отличаются или отличаются эти два героя. Ну, спойлер, дело в методе повествования. Вот. Чтобы перейти к вопросу о том, как изображён Онегин Пушкиным и как изображён Печорин в «Героя нашего времени» и изображён Лермонтовым, нам сначала нужно разобраться, что перед нами вообще за произведение. Итак, перед вами формальности. Это всё то, что может быть предметом вопроса на ЕГЭ по литературе в Кимах. Рот, литература, эпос, жанр, роман, направление реализма, романтизм и дата написания, публикация, 840 год. Итак, реализм и романтизм. Два таких, вроде бы, казалось бы, противоречащих друг другу понятия. Почему я ввожу их в название направлений, да ещё и через союз «И». Речь здесь пойдёт о смешении, как вы помните, традиционно вполне для Лермонтова, смешении романтизма и реализма. Как это проявляется? Перед нами герой, который обладает типологическими чертами. Перед нами попытка объективно изобразить объект наблюдения автора. Это герой. Герой-романтик. Сейчас мы как раз про это поговорим. Перед нами попытка объективно изобразить действительность вокруг героя. Это уже черты реализма. С другой стороны, перед нами герой, который пристаёт в романтическом амплуа. Ой, кстати, видите, у меня здесь плеж на книжных полках, даже как-то неловко. Это я вчера, не знаю, если вы следите за моим инстаграмом, вчера выбирала книжки, которые мне нужно читать с теми, кто там со мной вместе обитает. Поэтому давайте я так, благопристойный вид немножко полкам придам. Вот. Пускай так будет. Извините. А ну, в принципе, я своей головой загораживаю. Ладно. Итак, вернёмся к романтизму и реализму. Перед нами герой, предстающий в романтическом амплуа. Что это значит? Это герой-любовник, это герой, не принимающий общество, это герой постоянно одинокий, несчастный. Вот. Но, что интересно, две эти черты, точнее, не две эти черты, а два этих направления переплетаются. И в самом уже начале, в самом-самом предисловии, которое даже Лермонтов иронизирует, никто не читает обычно, Лермонтов показывает нам его особый авторский метод. Он рассказывает о том, что перед нами предстанет история души человеческой. Диагноз этой душе, вот такое немножко медицинское изучение человеческой души, сродни немножко Базаровскому, это чистой воды реализм. Но, с другой стороны, объект изучения, объект медицинского исследования, это душа, а это уже чистой воды романтизм. И вот этот романтический пейзаж мы тоже будем с вами видеть. У нас герой на Кавказе, постоянно в необычных локациях, с вольными... Ой, упала книжка. С вольными, яркими личностями вокруг себя. Ну, я имею в виду Горцев, я имею в виду Ундину, я имею в виду там Казбича и так далее. Но в то же время... Это романтические черты. Но в то же время у нас есть Максим Максимович, такой вполне традиционный, вполне типичный маленький человек. У нас есть Грушницкий, вполне традиционный герой пародия. Вот. И что ещё здесь реалистического? Ну, про типологию я вам уже сказала, про объективность изображения я вам уже сказала. Пожалуй, кроме типологии и объективности изображения, мне больше нечего к реализму добавить, потому что все остальные черты достаточно под большим вопросом находятся. Вот. Есть ли у вас вопросы по тому, что я вам уже сказала? Не знала, что Максим Максимович маленький человек. Я, кстати, тоже до этого долго не додумывалась, точнее, не задумывалась об этом, потому что, ну, не было нужды у нас в ЕГО... Извините. Вот так, наверное, лучше. У нас в ЕГО по литературе достаточно маленьких людей. Например, Акаки Акакевич, Семен Сахаревич Мармеладов, Иона из Тоски Чеховской. Кто у нас там ещё? Самсон Вырин. Вообще все в девятом классе точно станционного смотрителя читали. И несмотря на то, что многие... А, ну, например, Капитан Тушин тоже. Несмотря на то, что многие герои, которых я перечислила, не входят в кодификатор... Евгений из Медного всадника, вот точно. У нас как минимум есть три героя, это вполне достаточно для сопоставления. Три героя, которых 100% произведение включено кодификатор. Это Медный всадник, это Преступление наказания и это Шинель Гоголевская. Чтобы мы сопоставили вот образы маленького человека. Поэтому я не задумывалась никогда о Максима Максимовича, как о вот таком интересном герое. Но заметьте, перед нами герой, который бесконечно дорожит дружью с Печориным. Вот у него в душе какая-то такая большая-большая к этому герою любовь. Точно так же, например, большая любовь и большая раскрытая душа у Акакия Акакевича. Нужно только приглядеться. То же самое у Семена Захаровича Мармеладова. И тут же трагедия, с которой герой не может справиться самостоятельно. Потому что он маленький человек. У Акакия украли Шинель. Шинель у Евгения погибла возлюбленная. У Семена Захаровича Мармеладова нет денег для существования. Он всё говорит. Я даже чулки её пропил. Я даже чулки её пропил. И вдруг Максим Максимович здесь же тоже встраивается. Вот как с ним грубо обращается Печорин. Он даже не даёт себя обнять. Он ему холодно протягивает руку. И вот этот вот прекрасный Божий Одувающих превращается в сварливого старика. Он говорит, да, то-то. Что вам вообще до нас дело, молодые? Мы-то вообще ничего не понимаем, конечно же. Вот. Капитан Катекин, немножко там другая ситуация. Давайте пока вот про перечисленных героев поговорим. Но самое-то главное, с появлением реализма появляется социальное положение героя. Поэтому, если мы так посмотрим, и на Коке Аккевича, на Семёна Захаровича Мармеладова, и на Евгения, они все бедные чиновники. Это, наверное, самое основное, что позволяет нам выбрать из списка просто несчастных людей, именно маленького человека. Если так посмотреть, штабс-капитан... А, нет, штабс-капитан Телна Стушин. Хотя, по-моему, такую же роль социальную занимает и Максим Максимович. В любом случае, перед нами герой невысокого социального статуса, невысокого социального положения по табелю о рангах. Вот. Так что на Максима Максимовича тоже, ну, правда, в крайнем случае, можно смотреть как на маленького человека. В любом случае, перед нами произведение неоднозначное. И я напоминаю вам, что литературный текст можно трактовать до бесконечности, однако в рамках ЕГЭ нам все-таки нужно поставить себе какие-то ограничители, чтобы за них забойки не заплывать, в общем. Поэтому я закончу, наверное, свой разговор про Максима Максимовича. Но в любом случае, если вы сможете доказать низкий социальный статус, главный конфликт разворачивается как конфликт угнетенного, несчастного маленького человека сверху, того, кто выше его по рангу. Дальше, что у нас там еще интересное? У него прекрасная, огромная, замечательная, любящая душа. У него огромная в жизни случается трагедия, которую он не в силах один вынести. И вдруг иногда бывает, встречается библейский сюжет, это опционально, или библейские мотивы какие-то. То, пожалуйста, у вас готов вполне адекватный аргумент по поводу маленького человека. Вот. Ну что, переезжаем мы с вами с формальности к поэтике названия. Герой нашего времени. Герой — это не просто человек, получивший медальку на войне. Это не просто человек замечательных, доблестных качеств. Таким человек совершенно не является. Герой, по мнению Лермонтова, — это портрет, составленный из пороков всего нашего, говорит Лермонтов, поколения в полном их развитии. Когда вы будете цитировать эту фразу, не забывайте выкидывать из неё слово «нашего», потому что речь идёт не о вашем поколении зумеров, или поколении Z, поколении 2000-х и до наших дней. Речь идёт о Лермонтовском потерянном поколении, поколении эпохи Николаевской реакции. Вот. Так что перед нами герой, мы предполагаем, который составлен из пороков всего поколения эпохи Николаевской реакции, причём эти пороки дошли уже до своего апогея. Они, ну вот, полностью раскрылись в данном человеке. И удивительно, как можно быть таким негодяем. Но, скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь из вас этому негодяю сочувствует? Мне думается, что ответ будет положительный. Кому из вас нравится Печорин? Печорин от себя без ума, вон я вижу. Наталья тоже сочувствует Печорину. Кира, то есть Карина, я тоже вижу, пишет. Мне очень нравится, но, согласитесь же, в некоторых моментах можно ему немножечко посочувствовать. Он, когда, помните, например, говорит, вот, ну неужели я, вот, лицо пятого акта, топор, который, топор в руках судьбы и так далее. Думаешь, ну, бедненький, а мне не бы тебя пожалеть. Вот. Но удивительно, что когда мы снимаем вот этот романтический флёр одиночки, абсолютного изгнанника, несчастного человека, то мы понимаем, что за ним кроется А. Убийца. Б. Человек, развивающий женские сердца. И С. Замечательный манипулятор. И, наверное, А. Б. В. А. Б. Ц. Д. Ещё и нарцисс, которому нужно подчинять свои воли других людей. Вот удивительного такого героя создаёт Лермонтов, что мы, с одной стороны, ему сочувствуем, мы даже влюбляемся в него, и тут Печорин должен появиться откуда-то из моего книжного шкафа и сказать, ну, неужели зло так привлекательно? О себе. Вот. Но этого, к сожалению, не будет, а жаль. И мы тоже задумываемся, о, боже мой, мы что, влюбились в злого человека? Герой по поводу... Герой Лермонтов по поводу своего героя не даёт никакой конкретики, но мне думается, что он сам был, даже Беринский о нём это писал, сам был немножко Печорин. Так. Его отношение к женщине, конечно, отталкивает сильно, да-да-да. Или когда он говорил себе, что я говорил правду, мне не верили, да-да-да, вот это вот. Я выучился ненавидеть, самое главное. И я вам прочёл вот эту эпитафию. И, конечно же, пожалейте меня после этого. Угу. Так. Мне кажется, нужно перевести в косвенную речь. Карин, а что перевести? Вот эту фразу? А, Печорин, хорошо. Забавно, что у нас тут на вебинаре Печорин. Будем, короче говоря, путаться. Итак. Давайте с вами, прежде чем ещё раз напомню вам приступить к тексту, поговорим о том, кто у нас в тексте говорит. Мы помним несколько терминов, которые относятся к говорящему в тексте. Это, например, лирический герой. От «я» говорит поэт в своём стихотворении. Например, «я не унижусь пред тобой». Мы говорим, лирический герой признаётся вот в своём таком-то чувстве, а Лермонтов начинает эту фразу с двойного «я не унижусь пред тобой» с отрицания «я не унижусь пред тобой». Или «нет, не тебя так пылко я люблю». Здесь двойное отрицание. Так. У нас есть с вами говорящий автор-повествователь. Это тот, кто, например, в нотвых душах как будто бы летает над всем произведением и смотрит, что-то там поделывает Чичиков на своём веку. Чичиков сел в бричку. Обычно повествование ведётся от третьего лица. И автор-повествователь, он не является частью системы персонажей. Он не участвует на одном уровне вместе с героями, он просто рассказывает, что он видит. Он повествует об увиденном. Также у нас есть образ автора. Это единичный случай, который мы применяем для Евгения Онегина, для романа в стихах. У нас там есть автор с большой буквы. Это полноценный герой, который в силу особенности построения романа ещё не только повествует о том, что происходит с героями, но и делится своими впечатлениями. И как бы занимает ещё и позицию автора-рассказчика. Того, кто ведёт повествование от первого лица. То есть у нас пушкинский метод какой? Он берёт автора с большой буквы, и этот автор может рассказывать о третьего лица. Татьяна, она по-русски плохо знала, например, и изъяснялась с трудом на языке своим родном. С другой стороны, у нас есть с вами лирические отступления. У музык где вы где вы? Или там, например, мы почитаем всех нулями, единицами себя. С другой стороны, помимо лирических отступлений и повествования от третьего лица, автор с большой буквы также повествует и от первого. «Онегин, милый, мой приятель, родился на брегах Невы, где, может быть, родились вы». Или, например, он говорит о том, что «Я хранил письмо Татьяны, и вот вам я его привожу». Но у нас есть ещё один скрывавшийся всё это время автор-рассказчик. Это вымышленный персонаж, от имени которого ведётся повествование о судьбе героев или их событиях. Он явно выражен в тексте и говорит от первого лица. «Я пошёл, я уфизил, я осознал». И как раз автор-рассказчик — это то понятие, которое мы будем использовать в связи с героем нашего времени. У нас автор-рассказчик постепенно, постепенно меняется. Сначала это был приезжий офицер, я должен был нанять быков, чтобы втащить мою тележку на эту проклятую гору. Потом это Максим Максимович. Сейчас я вам даже приколдать только покажу. Иногда я... Сейчас. Где эта моя книжечка? Ой, сейчас, секунду. Вот она. Иногда даже я... Ну, конечно, я немножко похокетничаю. Я скажу, что я немножко путалась в повествователях. Однако, ну, вы понимаете, это не совсем так. Я просто утрирую. Когда мы, например, с вами читаем «Героя нашего времени», то мы действительно видим, что контактно в этом тексте трижды меняется я. Это сначала, особенно в главе Белла. Это сначала повествование Максима Максимовича о том, что происходило с Печориным, кто такой Печорин. Потом его перебивает приезжий офицер, и потом этому офицеру отвечает сам Максим Максимович. Сейчас. Что-то в тексте я не сориентировалась. Буквально минуточку, подождите. Я даже специально для себя отметила это вопиющее недоразумение. Сейчас. Ну, я пока... Вы можете пока переписать или прочитать ещё раз это определение, а я вам сейчас зачитаю замечательный момент. Так. Будет смешно, если я его удалила. Вот смотрите. Например, вот это всё ещё глава Белла. Вот, например, говорит приезжий офицер. А долго он с вами жил? Спросил я опять. Да с год. Ну да, что? Зато памятен мне этот год. Ну и так далее. И немножко позже, когда Максим Максимович уже начинает... Уже начинает рассказывать интересную историю о том, как жил он с Печориным в течение этого года, рассказывать про Беллу. Тут появляются такие странные переходы. Что-то я, извините, не могу найти. А ну вот хотя бы. У нас здесь говорит, получается, в рассказе Максима Максимовича говорит Печорин, говорит сам Максим Максимович, повествуя о жизни Печорина, перебивает его путешествующий офицер, и на этот перебив отвечает ему Максим Максимович. Получаются такие тройные конструкции. Вот смотрите. Да что нехорошо, говорит Печорин в рассказе Максима Максимовича. Да то, что ты увез Беллу. Уже ты меня бестия за мат. Ну, признайся, сказал я ему. Да когда она мне нравится. Ну что прикажете отвечать на это? Это Максим Максимович комментирует фразу Печорина. Я встал в тупик. Однако после некоторого умолчания я ему сказала, что если отец станет и ее требует, то надо будет отдавать. Вовсе не надо. Да он узнает, что она здесь. А как он узнает? Я опять встал в тупик. Послушайте, Максим Максимович, сказал Печорин, ну и дальше вы добрый человек и так далее. Вот разговор Максима Максимовича и Печорина. Максим Максимович комментирует слова Печорина. Это все еще напоминает вам глава Белла. Ну и периодически вот этот рассказ встраивается. Ну ладно, уже оставлю, оставь надежду всяк сюда входящий. Не буду уже вас мучить сильно. Не могу все-таки найти этот замечательный момент, который я так хотела вам прочитать. Ладно. Периодически на повествование реагирует офицер. И получается, что у нас я встречается аж в трех эквивалентах. Это рассказ Максима Максимовича о Печоре. Негде Печорин говорит, ну я и пошел. Максим Максимович его в этом рассказе спрашивает, куда ты пошел. Вмешивается офицер и говорит, я вас не понял. Максим Максимович отвечает ему, ну я же тебе говорю. Примерно так. Так что будьте внимательны. Фразу, точнее термин автор-повествователь лучше не использовать вообще в принципе. Потому что, напоминаю вам, автор-повествователь ведет повествование от третьего лица. Он пошел, он заметил и так далее. Когда мы говорим о появлении я в тексте, в прозаическом тексте, безусловно. Перед нами автор-рассказчик. Почему я так настаиваю на том, чтобы вы это запомнили? Потому что в прошлом году у меня была ученица, нет, в позапрошлом году у меня была ученица, которая сказала, что ей сняли баллы за термины, хотя она их привлекала. Я прочитала ее сочинение. И там в одном из абзацев она для того, чтобы, она мне сама сказала, для того, чтобы не допустить речевую ошибку в тавтологию, она использовала понятие автор-рассказчик и автор-повествователь как синонимы. Соответственно, это оценили как фактическую ошибку, ошибку в употреблении термина. И поэтому сняли ей баллы. Бывает только автор-повествователь и автор-рассказчик. Да. Но остановимся пока на этих двух терминах. И вы удивитесь, кстати, что в кодификаторе есть только автор-рассказчик, автора-повествователя нет. По-моему, это кошмар. Ну ладно. И еще перед тем, как нам приступить к обзору Печорина, давайте про сюжеты фабулы поговорим. Напоминаю, у нас есть три целых, целых три варианта, как трактовать сюжеты фабулы. Один из них вообще, в принципе, отрицает понятие фабула. Это позиция Маймина. Он говорит о том, что нужно оставить только понятие сюжет. Потому что мы же не говорим с вами, например, там, не знаю, библейская фабула. Хотя вроде бы понятие это используем, когда речь идет о хронологическом повествовании. Мы чаще говорим библейский сюжет. В то же время у нас есть две школы, которые сюжеты фабулы трактуют с точностью, да наоборот. Одна из них, которую я бы хотела, чтобы вы придерживались, говорит о том, что сюжет – это расположение глав в произведении. Вот сюжет – это вот как в книжечке. Сначала у нас идет глава Белла, сначала у нас предисловие идет, потом глава Белла, потом глава Максим Максимович и так далее. Сначала у нас Печорин умирает в произведении, а потом повествует от своего лица как бы через дневник, что с ним происходило. Это сюжет, вот как в книжке. С другой стороны, есть понятие фабула, а вот фабула – это уже расположение глав сообразно с логикой жизни, сообразно с тем, как человек живет, понимает, расцветает, умирает и так далее. То есть у нас Печорин сначала будет жить, и только в самом конце выяснится, что он умрет в Персии. То есть сюжет – это последовательность глав, так, как ее расположил Вермонтов, как она в книжке написана. А фабула – это наша попытка восстановить хронологию событий, сообразность тем, как развивается наша собственная жизнь. Мы сначала маленькие, потом взрослеем, потом умираем. Вот так. Или, например, человек сначала женился, а потом развелся. Но бывает такое, что, например, а вот смотрите, недалеко уходя от «Мертвых душ», мы должны были вроде как бы узнать сначала о том, что подвигло Чичикова отправиться в поездку и собирать «Мертвые души». Но Гоголь нам дает отложенную экспозицию, он переносит историю взросления, жизни и Чичикова в самый-самый конец. Вот. Да еще и снабжает ее перед этим история про Капитана Копейкина. Вот. Ну что, разобрались, что такое фабула, что такое сюжет? Я вот буду понимать эти понятия именно так. Соответственно, вторая литературная школа с точностью наоборот понимает эти понятия. Так. Ну что, давайте теперь поговорим с вами уже о композиции произведения. Мы медленно с вами пробираемся к герою времени. Герой у нас отражается в зеркалах. И это очень важно. Зеркала под этой красивой метафорой, я, следом за Игорем Сухих, буду понимать чужой взгляд. Стоит обратиться к словам Белинского о том, как составлено это произведение. Роман господина Лермонта угромен в единственном мысли, и потому его нельзя читать не в том порядке, в каком расположил его сам автор. Иначе вы просчете две превосходные повести и несколько превосходных рассказов. Но романа не будете знать. Почему так важно нам знать, как выстроен сюжет произведения? А, я не сказала ещё, что сюжеты фабула в ЕГЭ по литературе, в кимах, точнее в ответах, они обычно даются как два возможных варианта ответа на заданный вопрос. То есть, самое главное вам различать понятия сюжет и фабула, когда вы пишете 17-е сочинение. Чтобы было понятно, что вы этими понятиями владеете. В тесте оба ответа будут верны. Так, Печорин верно, мы постепенно знакомимся с Печориным, да. Причём знакомимся с ним через призму взгляда любых героев, других героев. Сначала перед нами пристаёт видение Максима Максимовича, но Печорин лучше про себя всё знает, чем мы даже. Потом мы видим психологический портрет, который нам даёт приезжий офицер, а потом уже читаем с вами исповедь Печорина в его дневнике. Вот такая вот интересная история получается. Я очень люблю Вайле и Геннис. Вайля и Генниса — это два замечательных филолога, ну, правда, иммигранты, но ничего страшного. Они очень здорово иногда, бывает, шутят о литературных произведениях. Вот что они сказали. Поколение школьников приходит к выводу «Умный негодяй лучше добропорядочного дурака». И не последнюю роль в этом играет как раз построение сюжета. Построение того, как Лермонтов разворачивает нам образ Печорина. Мы убеждаемся, что добропорядочный дурак — это Грушницкий, а умный негодяй — это Печорин. И больше сочувствуем почему-то вдруг внезапно умному негодяю. Ну ладно, давайте с вами сначала поговорим о том, в чём особенность всех этих трёх взглядов. Видение Максима Максимовича. Что вы помните о том, как Максим Максимович описывает героя? «Улыбался, но не глазами». Карин, не, Максим Максимович такого не говорит. «Противоречивый». Наталья, верно. «Парень добрый, малый, но только странный». Вот эта формулировка, запомните, пожалуйста, это формулировка как раз Максима Максимовича. Что ещё удивляет Максима Максимовича в Печорине? Действительно, он говорит, что это был герой такой... Ой, это был человек такой маленький, худенький. На нём сердучок, на нём военная его верхняя одежда была такая беленькая. Максим Максимович, подытожим и переведём на русский литературный-литературоведческий язык, Максим Максимович даёт не психологическую, а внешнюю характеристику Печорину. Перед нами, в первую очередь, благодаря Максиму Максимовичу, герой появляется с точки зрения человека, неискушённого в жизни. Я бесконечно люблю Максима Максимовича, я ему очень сочувствую, мне этот герой нравится, однако нужно всё-таки признаться себе в том, что, к сожалению, Максим Максимович глупее, чем... не так лучше сказать, не глупее. Он подкован очень хорошо житейски. Он такой, знаете, добрый старичок, который всегда поможет, всегда научит и так далее. Но понять психологию он не способен. Он не любит философствовать, он не любит метафизических прений, цитирую фаталиста. Вот. Поэтому психологически глубокий портрет Печорину он дать не способен. Поэтому даёт внешний. Причём с точки зрения своей такой не очень-то большого, искушённого светскостью ума. Дальше психологический портрет и внешний портрет, который даёт путешествующий офицер. И вот здесь я уже... Здесь я уже хотела бы обратиться конкретно к тексту. Так. Вот смотрите, что говорит путешествующий офицер. С первого взгляда на лицо его я бы не дал ему более 23 лет. Хотя после я готова был дать ему 30. Почему? Что? Что это за характеристика такая? Внешняя? Да. Но если мы углубляемся с вами в понимание текста, в психологию путешествующего офицера, мы понимаем, что это герой круга Печорина. Он знает, кто такой Байрон. Он не считает, что все проблемы от водки, как Максим Максимович. Он понимает, что есть определённая мода на тоску... На тоску... На тоску в светском обществе. Вот. Но смотрите, что интересно. С первого взгляда не больше 25. Но когда внимательно посмотришь... Все 30. Мы понимаем, что... Вот опять получается неоднозначность внешности Печорина. За этой внешностью, такой молодецкой, скрывается глубокая душевная травма. Глубокая, не по годам, душевная усталость. Вот. Он, мол, внешне, но не внутренне, верно. Душа его уже состарилась. И вот посмотрите, взгляд его, продолжительный, но проницательный и тяжёлый, оставлял по себе неприятное впечатление нескромного вопроса. И мог бы казаться дерзким, если бы не был столь равнодушно, спокоен. Как вы видите, путешествующий офицер... Как он выстраивает своё повествование о Печорине? Как он выстраивает своё впечатление? Он даёт какую-то внешнюю черту и трактует её психологически. У него были там голубые глаза. Они не смеялись, когда смеялся он. И дальше. Это признак либо злого нрава, либо постоянной скуки. Ну, там, или усталости. Соответственно, если Максим Максимович даёт только внешнюю характеристику Печорина и не знает, что в его душе, хотя всячески пытается ему помочь, то путешествующий офицер... Извините. Ёвушка напала. Путешествующий офицер, он понимает причину тоски Печорина примерно, потому что он знаком с культурой, на которой также был возвращён Печорин. Он знает, что такое физиогномика. Между прочим, очень модное в 19 веке, в начале 19 века такое увлечение, когда мы представляем себе, что за внешностью человека можно увидеть черты его характера. То есть, например, там, не знаю, такое квадратное, квадратной формы лицо говорит нам о том, что герой, ой, то есть не герой, а человек, ну, там, например, ну, не знаю, любит очень спорить. Если у него одна бровь, например, выше другой, то это значит, что перед нами герой, опять герой, перед нами человек, который, там, не знаю, очень любит драться. Вот. Даже целые учебники по физиогномике, это так называлась наука, выпускались, где можно было полистать странички и узнать о себе очень много интересного. И если вы, ну, заинтересуетесь этим как-то, то даже можете увидеть в фильмах, посвящённых тому времени, как доктора открывают книжечку, и у них там такой череп разделённый, точнее, лицо человека в профиль, разделённый, и голова его разделена на несколько, на несколько, на много частей, и доктор, психолог, ну, или психа, как его назвать, психиатр, он даже линейщикой вымерял, там, надбровные дуги, разницу, там, между, как посажены глаза, насколько сильно поднимаются уголки рта. Например, говорил, там, ну, положим, не знаю, изгиб надбровной дуги 3 сантиметра, своеволие, там, не знаю, скула под 90 градусов на 4 сантиметра, свободомыслие и так далее. Вот. Примерно тем же самым, ну, конечно, в меньшей степени, не так, как я описала, занимается и приезжий офицер, между прочим, путешествующий офицер, между прочим, он даже говорит, что у него, у Печорина была особая физиономия, особое лицо, особое выражение этого лица, особое построение этого лица. Ну, соответственно, у нас совершенно уже другой взгляд на героя. И, наконец, третье, это исповедь Печорина в его дневнике. Можем ли мы говорить, что это откровенное признание себе абсолютно во всех грехах? Вопрос не риторический. Печорин говорит, да. Печорин, ну ты себе рстишь. Удивительная сущность дневника заключается в том, что ты как бы откровенен самим собой, но вообще сам факт того, что ты пишешь дневник, он немножко ставит тебя в тупик. А для кого? Для себя? Ну так ты это всё помнишь. Не для кого-то, но зачем ты тогда повесуешь о подробностях о своём дне, о своём состоянии? А бывает иногда такое, ну, я уже не говорю о послании «Дорогой дневник», заканчивая, начиная с послания «Дорогой дневник», заканчивая, ну, у Печорина какого, конечно, нет, заканчивая фразой, ну, предположим, вы не поверите. Вот кому-то всё-таки этот дневник всегда адресуется, это так вот устояна культура написания дневника. Однако Печоринский дневник вроде бы никому не адресуется, и Печорин даже не предполагал, что его прочитают. Ему было абсолютно всё равно, но, понятное дело, человек эпохи Николаевской реакции, к которому, в принципе, терять и думать не о чем и нечего, и ждать нечего, и надеяться не на что. Но всё-таки о тотальной откровенности говорить мы не можем, потому что Печорин, особенно в размышлениях о самом себе, всё-таки иногда себе льстит. Говоря о том, почему они меня так ненавидят, когда речь заходит о том... Ну, когда он послушает разговоры Грушницкого и других офицеров, чтобы, ну, поймать, скажем так, Печорина на горяченьком и вызвать его на дуэль, он задумывается, о, неужели я им сделал какое-то зло? Ну, конечно, ну... Хочется сказать Печорину, а ты не помнишь, что ты там полез вот ночью к Вере, ну, перепутал Грушницкий, подумал, что ты к нижними Мэри лазал. Да ты как будто бы не виноват. Нет, и говорит Печорин, и пишет об этом в своем дневнике. Вот. Конечно же, перед нами всё-таки откровенная такая, достаточно откровенная, достаточно эмоциональная исповедь. Но всё-таки, когда мы критическим взглядом, незамутнённым любовью к Печорину к ней подходим, мы понимаем, что во многом он виноват сам. Вот. И дело тут не в топоре, в руках судьбы, и не лице пятого акта. Дело в самом характере Печорина. В его авантюризме, в его психологии, в его мышлении, в его постоянном желании создать эксперимент над человеческой душой, как своей, так и чужой. Вот. Так что, что интересно получается, перед нами произведение построено по очень странному принципу. Чем больше мы о Печорине узнаём, сначала смотрели на него глаза Максима Максимовича, потом психологический портрет его прочитали, потом ещё и исповедь прочитали, и, казалось бы, всё, а герой абсолютно себя исчерпал как личность. Потому что мы видели и внешность, и внутренность с точки зрения других людей, и даже его вот внутренние переживания с точки зрения его самого. Мы прочитали его признание. Но проблема в том, что мы так много о нём узнали, что у нас появилось ещё больше вопросов. Почему он ведёт себя так? Почему другие воспринимают его так? Как он видит этот мир? Как видят другие этот мир? Как нам это сопоставить? Как нам это сравнить? Как нам это понять? И так далее. Вот. И в этом как раз особенность авторского метода. Я позволю себе забежать вперёд и рассказать вам о том, в чём отличается и в чём схожи «Онегин и Печорин». Ну, сходство, понятное дело. Странность, умосветскость, присыщенность жизнью, скука. Это такие традиционные черты лишнего человека. Напоминаю вам, социальный критерий самый важный. Перед нами дворяне, которые чужды своей среде. Дворянской. Базаров не лишний человек, потому что он разночинец. Чацкий не новый человек, потому что он не разночинец. Как раз, я же говорю, с появлением реализма появляется большая отсылка к социальной составляющей общества. Дворянин отчуждён от окружающего его дворянского общества. И поэтому он лишний человек в дворянском обществе. Разночинец, новый человек, он потому и новый человек, что он решает переоформить, перераспределить, переделать этот мир. Потому что он разночинец, он сам вышел из нищеты. Например, вспомните, Гриша Добросклонов, сын Гьячка, который хочет перекроить этот мир, хочет эту вахлачину победить, хочет дать всем освобождение. С другой стороны Базаров. У него, у мамы, помните, там сколько, 14 крестьян, а отец медик военный. Он тоже хочет это всё перевернуть. Он приходит к мужику и говорит, ну, расскажи, как ты хочешь устроить это государство. Но у него поглядывают, как на издевающегося барина. Его это раздражает. Какой он барин. Неправда это. Неправильно на него смотрят. Вот. Ну, в принципе, о типах личности, о типах героев русской литературы нам ещё предстоит поговорить. А, кстати говоря, в командной подготовке мы уже об этом поговорили. Вот. На экстре будем повторять. Экстре, кстати, начнётся в январе. Если хотите, заглядывайте. Итак, вернусь к различию Печорина и Енегина. Перед нами лишние люди. Помимо того, что они оба дворяне и оба отчуждены от дворянского общества, точнее, чураются. Есть такое слово, да? Отчуждены. Специально от него уходят, от этого дворянского общества. Их объединяет. Странность, ум, светская, присыщенность, жизнью, скука. Но различия в методе изображения. Когда мы говорим об Онегине, мы полностью понимаем его психологию. Почему? Потому что её в принципе нет. Мы понимаем сущность его характера и его поведения, потому что об этом нам сказал автор. Всё абсолютно, что мы знаем об Онегине, рассказал нам вот этот автор с большой буквы. От нас абсолютно ничего не скрыто. Начиная от Онегина, милый мой приятель, родился на брегах Невы, заканчивая, как рано мог он лицемерить, и так далее. В сердечных письмах, как Небрежин. Это не Онегин нам рассказал, я обычно небрежно пишу любовные письма. Это автор сказал нам. Но когда мы говорим с вами о Печорине, Печорин и его психология скрываются от нас. Психология в принципе становится ведущим, ведущим приёмом, который раскрывает нам героя. Но чем больше психологии никак не комментирую и мой нам автор, тем сильнее мы запутываемся вязнем в характере Григория Александровича Печорина. Чем больше психологических деталей и частностей мы о нём узнаём, тем больше у нас мыслей и вопросов. Мы до конца не понимаем, кто такой Печорин. Если Онегин для нас раскрыт, потому что каждой психологической черте Пушкин постоянно даёт комментарий. Вы удивитесь даже. Иногда это кажется, ну, буквально какая-то навязанная штука. Ну вот, помните, там есть такая фраза, замечательно, на честный суд себя призвав, он обвинил себя во многом. Но тут же идёт комментарий Пушкина. Да-да, точнее, ну вот, комментарий Пушкина, да, как автора. Появляется у нас образ автора с большой буквы, и он добавляет. Вообще-то, если вы не заметили, Онегин думал-думал, но потом вспомнил, что в их дело с Ленским вмешался старый дуэлист. И, конечно же, не стал ничего менять. Спасибо большое. Ну, мы бы, наверное, может быть, как-нибудь сами. Нет, говорит Пушкин, я такой вот метод изображения избрал. Я вам всё буду комментировать через образ автора. Лермонтовский герой не такой. Перед нами исследование человеческой души. Перед нами, в первую очередь, больше погружения в сферу неизведанного, когда нам только показывают, а прокомментировать уже должны мы сами. Самая волшебная из волшебных сказок у нас едва ли избегает упрёков, покушений на оскорбление личности, говорит Лермонтов в предисловии к роману. Так вот вам сказка. Ну, попробуйте, ну, разгадайте. Я изобразила вам героя, человека, созданного из пороков всего нашего поколения в полном их развитии. Попробуйте, разгадайте, что у него за этими пороками в душе. Вы скажете, что нравственность этого... Ой, извините, не то начала читать. Где эти мои любимые пилюли? Довольно людей кормили сластями, у них от этого использовался желудок. Нужны горькие лекарства, едкие истины. Но не думайте, однако, после этого, чтобы автор этой книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться исправителем людских пороков. Вот уже сам факт того, что автор буквально в предисловии нам говорит, вы чё, я вам ничего комментировать не буду. Сами как-нибудь. Вот вам, пожалуйста, пилюли, разбирайтесь сами, как их пить. А то, знаете, выдавали, выдавали вам сладости по расписанию, а лечить вас буду я. Но не думайте, что я буду вас как врач вести до полного выздоровления. Разбирайтесь сами. Вот такой вот интересный метод у Лермонтова. Лермонтова. В том числе, заметьте, продиктованный вот этим особенным его подходом к романтизму и реализму. Душу человеческую — это романтизм. Мы должны познать через рациональные методы самостоятельно. Потому что автор занимает объективное положение. Он пытается выразить объективную мысль и саму страницу из текста. Это реализм уже. Вот. Ну и давайте, ладно, в конце нашего сегодняшнего занятия поболтаем немножко про Григория Александровича Пчорина. Я хотела бы разобрать именно его внешность, потому что речь пойдёт здесь как раз о разности взглядов на эту внешность между путешествующего офицера и Максима Максимовича. Вот смотрите. Кари глаза, они не смеялись, когда он смеялся. Или вот. У него есть порода, когда у него, помните, усы и волосы разного цвета. Это кто говорит? Вот это. Кому принадлежат это описание? Принадлежится. Правильно. Путешествующему офицеру. Я напишу просто офицер. Офи-цер. Почему? Потому что за каждой внешней характеристикой идёт психологическая интерпретация то или иной черты внешности. А вот посмотрите на фразу Максима Максимовича. Он был такой тоненький, беленький. На нём мурнир был такой новенький. И вот снова путешествующий офицер. Он был вообще очень недурен и имел одну из тех оригинальных физиономий. Помните, о чём я вам говорила про физиогномику? Который особенно нравится женщинам светским. А почему не деревенским? А потому что у нас такой вот офицер, путешествующий продуман, он всё прекрасно знает. Объект своего изображения, то есть Печорина, он видел, наверное, не раз в своей жизни и уже может психологически трактовать его внешность. Потому что он много читал, он много знает. Скорее всего, он читал и Байрона, и Гёте. Какие-нибудь там страдания юного Вертера. Вот. Ну, ещё очень важно сказать, что образ Печорина выстраивается не сам по себе. Очень нам нужны окружающие персонажи, окружающие Печорина персонажи. Каждый из персонажей, которые окружают Печорина, по-своему его оттеняет. Точнее, оттеняет не столько его, сколько его внутренний облик. Давайте попробуем с вами разобраться с образом Грушницкого. Перед нами Грушницкий. Грушницкий – это герой пародия. Почему... Нет, не почему. А вы знаете, чем отличаются вообще герои-двойники от героев пародий? Если нет, я вам коротко расскажу. Надо было, наверное, задать вопрос, если бы вы сказали да или нет, я бы сказала тогда молчание – знак согласия. Хорошо, рассказываю, чем отличаются герои пародии от героев-двойников. Двойники – это герои, которые интерпретируют и отражают в себе основные мысли или идеи главного героя. Герои-двойники – они не комически изображены. И это просто ещё одна вариация на тему. Например, Раскольников составляет свою теорию о тварях дрожащих и правоимеющих. У него есть двойники, например, Лужин, у него есть теория Кафтана, целого Кафтана, одного Кафтана. И Раскольников приходит к выводу, что по этой теории выходит и людей можно резать. Можно. С другой стороны, есть у него и добрый двойник. Ну, про Свидригал, я вообще молчу. Есть у него добрый двойник Разумихин, у которого тоже есть своя теория. Доврёмся, наконец, до правды, говорит он. А пародии – это герои, высмеивающие, доводящие до гиперболы, доводящие до абсурда главную черту героя. Грушницкий пародирует мироощущения Печорина и выступает в роли разочарованного и скучающего человека. Пародирует, то есть берёт что-то очень важное и не является, а кажется таким. Печорин это очень хорошо чувствует, любую фальшу, и вообще психологию других, он очень хорошо умеет трактовать. И вот он говорит, когда он сбрасывает с себя трагическую мантию, Грушницкий довольно мил и забавен. Но под этой трагической мантией, кстати говоря, в солдатской шинели, как таком, знаете, признаке отчуждения в этой светской среде, Грушницкий находится практически постоянно. В душе их, таких как Грушницкий, часто много добрых свойств, но не на грош поэзии. Всё это, конечно, говорит нам Печорин, у нас есть повод сомневаться в этом. Но всё-таки доверимся психологическому чутил героя. Мы понимаем, что он больше нас смыслит в этой жизни и в людях. Если Грушницкий хочет сделаться героем романа, то есть какой-то такой, знаете, человек с романтическим ореолом, то Печорин таким является. Он не стоит в позе, меня никто не принимает. Он сознательно сам уходит из того общества, которые ему не нравятся. Он не хочет показаться циничным. Он цинично осуждает, обсуждает окружающих его людей. Что не нравится Печорину ещё в образе Грушницкого, помимо этой напускной романтичности, он не способен был ни к действительному добру, ни к действительному злу. Вот снова появляется этот момент, который очень будет сильно важен для Гоголя. Человек ни то, ни сё. Такой, знаете, тёпленький. И вот в этой тёпленькости у Гоголя будет заключена огромная смертельная трагедия, ужас и страх. У Лермонтова нет. У него просто здесь, в этой характеристике заключается абсолютная безидейность, бессмысленность этого героя, этого человека. Он ни на что не способен. Всё у него кое-как. Не в смысле он всё плохо делает, а всё не по-человечески, не в полную силу. И вот за этой романтической натурой, которая на самом деле приобретена больше Грушницким, чем им по-настоящему принято, он её просто надевает на себя, передаёт себе романтическую наружность, чем на самом деле является одиноким и покинутым. Так что-то я забыла, что хотела сказать. Вот за этой личиной романтизма скрывается просто пустышка. У него страсть была декламировать и производить эффект. «Я несчастен», гордо заявляет ненесчастный Грушницкий. «Меня гонят и клянут», гордо заявляет Грушницкий, которого не гнали и не кляли. Никогда. Вот. Соответственно, мы видим, что вот это «Одинок», «Одиночество», вот это «Изгнаничество добровольное», «Романтизм», ну, в смысле, в совокупность качеств, которые присущи для романтического героя, всё это в Грушницком доведено до абсурда, доведено до такой, знаете, до паразийности. Он как бы нелепо повторяет, неумело повторяет за Печориным всё то, что касается и принадлежит самому Печорину. И поэтому, вот, как бы, герой пародии, они подчёркивают основные черты, главные черты в героях, которых они пародируют. Репетилов подчёркивает в Чацком настоящий патриотизм, вот своей болтовнёй о том, что вот у нас такой замечательный клуб, там такие-то люди, все такие, знаешь, революционеры. Вот за этой болтовнёй лучше видны речи Чацкого, по-настоящему искренние, такие, смыслом наполненные, патриотические и так далее. Вот то же самое и с Грушницким происходит. Вот его желание казаться романтическим героем лишь подчёркивает в Печорине его одиночество, в Печорину смысле, его присыщенность и усталость от жизни и так далее. Вот. Есть ли у вас вопросы? Мы, в принципе, исчерпали программу на сегодня. Соответственно, женские образы, я про них не сказала, хотя планировала, ну ладно, ничего страшного. Женские образы вообще задают нам вопрос, способен ли Печорин любить, способен ли героя времени любить? Как выясняется, нет. Ну и, соответственно, также женские образы подчёркивают в Печорине вот это вот нарциссическое желание обладать. Как только он получает возможность как-то воздействовать на Беллу, он сразу же теряет к ней интерес. А вот про Веру, Наталья, я тебе скажу, про Веру вот что я тебе скажу. Что касается Веры, казалось бы, перед нами искренняя, чистая, непорочная любовь. Но Печорин Веру очень сильно обижает. Он её над ней постоянно потрунивает, постоянно говорит ей очень обидные вещи. И она даже сама не выдерживает и говорит, тебе так нравится меня мучить. Но они вроде бы друг друга не могут покинуть. С другой стороны, он любит её по-своему. Не, господа, я с вами поспорю. С другой стороны, в конце главы княжна Мэри, когда Печорину приходит письмо от Веры, где она признаётся, что муж его звал её последними словами и вообще увёз, и она прощается, говорит, я для тебя потеряла всё, прощается в этом письме с Печориным. Что он ей говорит? Точнее, что он делает? Он загоняет лошадь в погоне за ней. Но потом происходит очень интересная вещь. Так, сейчас я вам её найду. «При возможности потерять её навеки, Вера стала для меня дороже всего на свете». Вот эта фраза, которую я вам сказала, абсолютно не иллюстрирует моё утверждение о том, что Печорин добивается женщины и теряет к ней интерес. Но чуть-чуть позже. Вот он загоняет лошадь. Когда ночная роса и горный ветер, ну, вы помните, он падает, рыдает, потом проходит некоторое время, вот, казалось бы, в этой вот безумной погоне за верой, да, выражается его настоящая любовь, но когда ночная роса и горный ветер освежили мою горящую голову и мысли пришли в обычный порядок, то я понял, что гнаться за погибшим счастьем бесполезно и безрассудно. «Чего мне ещё надо? Её видеть? Зачем? Не всё ли кончено между нами? Один горький прощальный поцелуй не обогатит моих воспоминаний, а после него нам только труднее будет расставаться». Всё. Вот, отключив на секунду свою страсть и своё желание обладать, Печорин понимает, «А, ну ладно, окей, больше не надо». Он её отпустил. Ну, разве так отпускают? С холодным расчётом. «Так, она мне не нужна, потому что, а, я такой крутой, что последний поцелуй мне не нужен, б, её уже обозвал муж, ну ладно, ничего страшного, сойдёт и так». И этот же человек, как маленький мальчик, лошадь загнал, гонясь за каретой. В этом особенность любви Печорина и вообще любви всего потерянного, ой, потерянного, поколения эпохи Николаевской реакции. И помните стихотворение «Дума» Лермонтова? Есть там замечательная фраза про любовь. Поэтому я думаю, что сама «Дума», она была как бы предтечей героя нашего времени. Я зачитаю эту фразу и объясню вам, в чём специфика этой любви Печорина. «Закрытый скупостью, и ненавидим мы, и любим мы случайно, ничем не жертвуя, ни злоби, ни любви». Вот его любовь. Вот такая. Печорин сам признаётся. «Я становлюсь причиной несчастья других, но я от этого не менее несчастлив». И тут же, что же он говорит, «Я люблю любовью наслаждаться». Я вот... Она... Это любовь, как, знаете, сорвать придорожный цветок, выдохнуть весь его аромат и бросить, а пусть кто-нибудь подберёт на дороге. Вот такое вот... Любовь — это носит какой-то характер случайности. Характер безрассудной страсти. Но мы вспоминаем стихотворение «Скупшный грустно». Что страсти? Ведь рано или поздно их какой-то там недуг исчезнет при слове «рассудка». Трагедии... Вот такая вот моя трактовка любви Печорина не убавляет. Наоборот, она приподнимает этот трагический пафос. Однако об искренности любви Печорина я бы не стала говорить. Вот. Ну ладно, друзья, спасибо вам большое за внимание. Встретимся с вами на следующей неделе и уже наконец-таки начнём Гоголя. Вот. Отдыхайте, читайте хорошие книжки. С вами скоро увидимся. Спасибо вам большое за то, что пришли и так живо пообсуждали со мной герои нашего времени. Всё, друзья, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!